Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите, мы уверовали в то, что неспослано нам, и то, что неспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему. Так мы неспослали тебе Писание. Те, кому мы даровали Писание, веруют в Него. И среди этих, современников пророка Мухаммада из числа людей Писания, есть такие, которые веруют в Него, Коран. И только неверующие отвергают наши знамения. Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают наши знамения. Они говорят, почему Ему не неспосланы знамения от Его Господа? Скажи, воистину, знамения у Аллаха, а Я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Неужели им недостаточно того, что мы не спослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом милость и напоминание для верующих людей. Скажи, довольно того, что Аллах является свидетелем между Мною и вами. Он знает то, что на небесах и на земле. Те же, которые уверовали в ложь и не уверовали в Аллаха, непременно окажутся в убытке. Они торопят тебя с мучениями. Если бы не назначенный срок, то мучения уже явились бы к ним. Воистину, они явятся к ним внезапно, и они даже не почувствуют этого. Они торопят тебя с мучениями. Воистину, гиенна непременно обступит неверующих. В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет, вкусите то, что вы совершали. О, мои верующие рабы! Воистину, моя земля обширна. Поклоняйтесь же мне. Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к нам. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы непременно поселим в горницах в раю, в котором текут реки. Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение тружеников, которые были терпеливы и уповали на своего Господа. Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания или не запасаются своим пропитанием. Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он слышащий, знающий. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они непременно скажут «Аллах». До чего же они отвращены от истины? Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. Если ты спросишь их, кто не спосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла, они непременно скажут «Аллах», скажи «Хвала Аллаху», но большинство их не разумеет. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщаться товарищей. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, что мы одарили их, и могли попользоваться благами, но скоро они узнают. Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Кто может быть несправедливее того, кто возводит наведно Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в гиене будет обитель неверующих? А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину Аллах, створящими добро. Сура Ар-Рум. Римляне. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, лям, мим. Повержены римляне в самой низкой или ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат вверх. Через несколько, от трех до девяти лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующий возрадуется помощи Аллаха. Он помогает кому пожелает. Он могущественный, милосердный. Таково обещание Аллаха. И Аллах не нарушает своего обещания. Однако большинство людей не знают этого. Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к последней жизни. Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они. Мекканские язычники. Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Концом тех, кто творил зло, стало зло, потому что они сочли ложью знамения Аллаха и насмехались над ними. Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его. А после этого вы будете возвращены к нему. В тот день, когда наступит час, грешники придут в отчаяние. Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они отвергнут своих сотоварищей. В тот день, когда наступит час, они, творения, разделятся. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться или слушать пение в райском саду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, будут испытывать мучения. Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте его после полудня и в полдень. Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы будете выведены из могил. Среди его знамений то, что он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Среди его знамений сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом знамение для обладающих знанием. Среди его знамений ваш ночной и дневной сон и ваши поиски его милости. Воистину, в этом знамение для людей слышащих. Среди его знамений то, что он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих. Среди его знамений то, что небо и земля держатся по его воле. Потом он позовет вас всего один раз, и вы выйдете из могил. Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они покорны ему. Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем мы наделили вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так мы разъясняем знамения для людей разумеющих. Но нет. Беззаконники потакают своим желанием безо всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах вел в заблуждение? Не будет для них помощников. Обрати свой лик к религии, исповедуя Едино Божие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого. Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет. Когда людей касается зло, они начинают взывать к Своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает им вкусить милость от Него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к Своему Господу. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. Разве мы не спослали им доказательства, которое говорило бы им о тех, кого они приобщают сотоварищи к Нему? Когда мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние. Разве они не видят, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом знамение для людей верующих. Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто стремится к лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими. Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закят, который вы раздаете, стремясь к лику Аллаха. Аллах – тот, кто создал вас, а потом одарил пропитанием. Потом он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей такой, который совершал бы нечто из этого? Причист он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые жили прежде. Большинство из них было многобожниками. Обрати свой лик к правой вере до того, как придет неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут поделены на две группы. Кто не уверовал, того неверия обратится против него самого. А те, которые поступали правильно, будут готовить для себя места в раю. Это произойдет для того, чтобы он воздал своими щедротами тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Воистину, он не любит неверующих. Среди его знамений то, что он посылает ветры добрыми вестниками, чтобы дать вам вкусить от его милости, чтобы корабли плыли по его воле, и чтобы вы искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом было помогать верующим. Аллах — тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь. Стоит ему пролить его на тех и своих рабов, на кого он пожелает, как они радуются. Хотя до того, как он был неспосланным, они были в отчаянии. Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как он оживляет землю после ее смерти. Воистину, он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь. Если мы пошлем ветер, и они увидят, как она, Нива, пожелтела, то после этого они станут неблагодарны. Воистину, ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. Аллах, тот, кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо он, знающий, всемогущий. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от истины. А те, кому дарованы знания и вера, скажут, в соответствии с предписанием Аллаха, вы пробыли там до дня воскресения. Это и есть день воскресения, но вы не знали этого. В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения или оправдания, и от них не потребуют покаяния. Мы уже привели людям в этом Коране любые притчи. Если ты явишь им знамения, то неверующие непременно скажут, вы всего лишь приверженцы лжи. Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не обладают знанием. Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истина, и пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным, не отвращают тебя от религии. Сура Лукман Лукман Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алиф Лям Мим Это аяты мудрого писания, верное руководство и милость для творящих добро, которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Среди людей есть такой, который покупает праздные речи, песни и музыку, чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает их знамение Аллаха. Таким уготованы унизительные мучения. Когда ему читают наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы сады блаженства. Они пребудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он могущественный, мудрый. Он создал небеса безо всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы не спослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды. Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные. О, нет! Беззаконники находятся в очевидном заблуждении. Мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха. Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый, да стахвальный. Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его, «О, сын мой, не приобщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать насила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. «Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие». А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне со товарищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко мне. Потом вам предстоит вернуться ко мне, и я поведаю вам о том, что вы совершили». «О сын мой, если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий». «О сын мой, совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рев осла. «Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и то, что на земле, и одарил вас полна своими явными и незримыми благами? Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного руководства, ни озаряющего Писания. Когда им говорят «Следуйте за тем, что не спасал Аллах», они говорят «О нет, мы будем следовать тому, чему следовали наши отцы». А если сатана позовет их к мучениям в пламени? Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел за Аллахом. А если кто не уверовал, то пусть его неверие не печалит тебя. Им предстоит вернуться к нам, и мы поведаем им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о том, что в груди. Мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». Скажи «Хвала Аллаху», но большинство их не знает. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Воистину, Аллах богатый, достохвальный. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и подчинил солнце и луну, которые движутся к назначенному сроку, и что Аллаху ведомо о том, что вы совершаете? Это потому, что Аллах является истиной, а все, к чему взывают помимо Него, является ложью, а также потому, что Аллах возвышенный, большой. Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы Он показал вам некоторые из своих знамений? Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность, проявляет покорность или уклоняется от должной благодарности. Но отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок своего родителя. Обещание Аллаха истина, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель, сатана, не обольщает вас относительно Аллаха. Воистину! Только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину! Аллах знающий, ведающий. Сура Ас-Саджда Земной поклон Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алиф-Лям-Мим Это Писание, в котором, нет сомнения, не спослано Господом миров. Или же они скажут, он измыслил его. Нет, оно является истиной от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, которым до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они последуют прямым путем. Аллах, тот, кто создал небеса и землю, и то, что между ними за шесть дней, а затем вознесся на трон, или утвердился на троне. Нет для вас, помимо него, ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не помянете назидание? Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете. Таков ведающий сокровенное и явное, могущественный, милосердный, который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность? Они говорят, неужели после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении? Но они не веруют во встречу со своим Господом. Скажи, ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу. Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом, Господь наш, мы увидели и услышали, пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно, воистину мы обрели убежденность. Если бы мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится слово мое, я непременно заполню гиенну джинами и людьми, всеми вместе. Вкусите за то, что вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Воистину, мы предали забвению вас самих. Вкусите же вечные мучения за то, что вы совершали. Воистину, веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалою своего Господа и не проявляют высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они. Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанища станут угощением за то, что они совершили. А пристанищем нечестивцев будет огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано «Вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью». Но помимо величайших мучений, мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, мы отомстим грешникам. Мы даровали Мусе Писание, и не сомневайся во встрече с ним, во встрече с Мусой, или встрече Мусы с Аллахом. Мы сделали Его Писание верным руководством для сынов Исраила. Мы создали среди них предводителей, которые ввели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. В день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом есть знамение. Неужели они не прислушаются? Неужели они не видят, что мы пригоняем воду к сухой земле и выводим посредством нее посевы, которыми питаются их скот и они сами? Неужели они не видят этого? Они говорят «Когда же свершится этот суд, если вы говорите правду? Скажи, в день суда неверующим не принесет пользы их вера и они не получат отсрочки. Отвернись от них и подожди, ведь они тоже ждут». Сура Аль-Ахзаб Союзники Во имя Аллаха Милостивого Милосердного О, Пророк, бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. Воистину, Аллах Знающий, Мудрый, следуй тому, что внушается тебе в откровение твоего Господа. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. Уповай на Аллаха и довольна того, что Аллах является попечителем и хранителем. Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле. Он не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы объявляете запретными для себя, и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. Это всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголит истину и наставляет на прямой путь. Зовите их приемных детей, по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах прощающий, милосердный. Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены их матери. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры, если только вы не сделаете добро своим друзьям. Так было записано в Писании, хранимой скрижали. Вот мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет, чтобы он спросил правдивых об их правдивости. Он приготовил неверующим мучительные страдания. О, те, которые уверовали, помните милость Аллаха, которая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы совершаете. Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и вы стали делать предположения об Аллахе. Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению. Вот сказали лицемеры, и те, чьи сердца поражены недугом. Обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. Вот некоторые из них сказали, о жители Ясриба, Медины, вы не сможете выстоять, вернитесь. А некоторые из них попросили разрешения у пророка и сказали, наши дома остались беззащитны. Они не были беззащитны, они лишь хотели сбежать. Если бы они, союзники, вторглись в него со всех сторон и потребовали бы от них искушения отказаться от веры, то они пошли бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что немного. А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены. Скажи, бегство не принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели. В этом случае вы будете пользоваться благами лишь недолго. Скажи, кто защитит вас от Аллаха, если он пожелает вам зла, а если он пожелает оказать вам милость? Они не найдут для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне и тех, которые говорят своим братьям «идите к нам». Они принимают в войне ничтожное участие, поскольку они скупы по отношению к вам. Когда им овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются словно у того, кто теряет сознание перед смертью. Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками, скупясь на добро. Они не уверовали в Аллаха, и Аллах сделал тщетными их деяния. Это для Аллаха было легко. Они полагают, что союзники не ушли. Если бы союзники пришли, то они захотели бы кочевать среди бедуинов и расспрашивать о вас. Будь они вместе с вами, то они бы не сражались, разве что немного. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и премного поминает Аллаха. Когда верующие увидели союзников, они сказали, это то, что обещал нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. Среди верующих есть мужи, которые верны завету, которые они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету. Это происходит для того, чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если он пожелает этого, или принял их покаяние. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Аллах вернул неверующих в ярости или по причине их ярости, и они не обрели добра. Аллах избавил верующих от сражения. Аллах всесильный, могущественный. Он вывел из крепостей тех людей Писания, которые помогали им, союзникам, и вселил в их сердца страх. Одну часть их вы убили, а другую взяли в плен. Он дал вам в наследство их землю, их дома, их имущество, и землю, на которую вы даже не ступали. Аллах способен на всякую вещь. О, пророк, скажи своим женам, если вы желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но если вы желаете Аллаха, его посланника и последней жизни, то Аллах приготовил творящим добро среди вас великую награду. О, жены пророка, если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. украшений, вернусь, а я не вернусь, Продолжение следует...